Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня с вами потрясающий гость. Человек-легенда, известный врач, врач-травматолог, ортопед, который сейчас спасает жизни украинским военнослужащим, раненым военнослужащим в этой несправедливой войне, которую развязал ужасный Владимир Путин. Андрей Волна у нас в гостях. Андрей Анатольевич, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые зрители. Одна поправка сразу же – я не спасаю, я помогаю хирургической бригаде лечить военнослужащих, которые действительно ранены, которые нуждаются в лечении. Но поскольку я волонтер-доброволец в головном военном госпитале, то жизни, как правило, уже спасены. Это такая ремарка необходимая. Для точности. Друзья, спасибо большое, что вы с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Не забывайте оставлять как можно больше лайков и комментариев уже по ряду нашей беседы. Андрей Анатольевич, вот ваш папа, он родом из Одесской области. Он одессит. Вы всё своё детство, насколько я знаю, провели в Одессе. Вот когда вы видите сейчас, как Путин и его войска пытаются стереть Одессу и одесситов с лица земли, бомбят каждый божий день Одесскую область, города, Одессу саму по себе. Какие у вас ощущения внутренние это вызывает? И что бы вы хотели сделать с этим Путиным, когда вы смотрите на то, что он творит в Одессе и с Одессой? Вы знаете, можно я чуть по-другому отвечу? Дело в том, что мой отец жив, слава Богу. Конечно, он в очень серьёзном уже возрасте. И сейчас я стараюсь не говорить с ним о войне. Я не хочу, чтобы он страдал, потому что вот когда началась широкомасштабная агрессия, я имею в виду вот то 24 февраля, 22 года и позже, мы с ним разговаривали по телефону, и он плакал, потому что, говорит, сынок, ну так он ко мне обращается, несмотря на мой возраст, но я же ребёнок для него. Меня бомбят второй раз в жизни. Первый раз меня бомбили тогда, когда советские войска наступали, тогда, когда фашистские силы оккупировали Ананьев Одесской области, там не было больших артиллерийских боёв, там зашла румынская конница, поскольку это Бессарабия, ну, в общем, пришли потом немцы, и они были под оккупацией. А вот когда советские войска освобождали Ананьев, то это была вот эта артиллерия, как я понимаю, залпового огня, Катюши, и его мама, моя бабушка, Анастасия Порфирьевна, его брала, и в погребе они сидели, и вверху был страшный грохот, и страшный вой. И он мне говорит, что, Андрей, я не думал, что я доживу до такого момента, когда меня будут бомбить второй раз. Ну и дальше уже следствие вот этого моего ответа. Как я могу относиться к кем, кто всё это устроил? Как я могу относиться к путинскому режиму, который, по сути дела, не дал моему отцу съездить в Одессу, он очень хотел это сделать. Ещё раз подчеркну, что он в очень преклонном возрасте, и за ним ухаживает, слава богу. И как... Это вот ощущения моего отца. Мои ощущения, ну, конечно, конечно, это набережная знаменитая, это лестница потёмкинская, это оперный театр, это потом чуть в стороночку, там вот этот вот, по-моему, Спас Преображенский, да, собор, в который попала ракета, который... На это страшно просто смотреть. И потом, когда ты видишь... Я был в Одессе уже после начала широкомасштабной агрессии, ты видишь эти знаки войны, ты слышишь эту воздушную тревогу, ты знаешь, что практически, ну, если не каждый день, то один раз в несколько дней обстреливается вся прифронтовая инфраструктура, и эти ракеты, они же летят, куда попало, хотя и туда, куда они целятся, тоже нельзя стрелять, поскольку это... Это агрессивная война, которую развязала Россия. Нет у России легитимных целей в Украине, но они же летят в жилые дома. Это вот убитые семьи с детишками. Ну, как я могу относиться? Я отношусь к этому очень, очень эмоционально, скажем так. Андрей Анатольевич, у вас есть коллеги в России, вы что-то знаете, что-то слышали, кто-то что-то вам рассказывает. Огромное количество раненых российских, это правда, десятки и десятки тысяч поступают. Справляется ли система госпиталей Российской Федерации ещё? Я могу сказать, что я уехал из России уже больше полутора лет назад. У меня нет какой-то достоверной информации. Почему? Потому что большая часть коллег просто боится со мной разговаривать. А те, что не боятся, мои друзья, я сам не хочу, ну, мало ли как бы, потому что путинские эти все специальные службы ФСБ и так далее. Ну, не хочу я создавать для них какие-то потенциальные проблемы. С другой стороны, я же российскую систему здравоохранения знаю очень хорошо, я всю жизнь там отработал. И, знаете, вот, наверное, вот первая помощь, вот первые этапы, там, где госпитали прифронтовые развернуты, Донецкая, Луганская, область Херсонская область, на оккупированных, временно оккупированных территориях, в Крыму, я думаю, что, ну, там идет спасение жизни по стандартам. Но ведь дальше появляется очень серьезный вопрос, вот, которым мы занимаемся здесь, в Украине. это тяжело травмированная конечность, ее сохранять или ампутировать. Вот тогда, когда, нет, бывает такое, что угроза жизни, и для того, чтобы снять угрозу жизни, нет другого выхода, кроме ампутации. Такое бывает. Да, тогда выполняется ампутация. Или ногу оторвало уже в результате взрыва или руку. Понятно, что там проводится хирургическая обработка и, в конце концов, формирование культи. Но вот если нога сохранена, рука сохранена, но требуются большие, большие материальные, интеллектуальные, временные в это вложения. Я знаю, что в России никто не будет, я имею в виду, вот на уровне этих госпиталей уже более высокого этапа, для простых людей, для простых вот этих вот, которых мобилизовали там с восточных территорий, особенно Бурятия, Якутия, Тыва, никто не будет заниматься многомесячным, а иногда и в несколько лет, за год это все переваливает лечением, чтобы сохранить эту конечность функционирующей. Поэтому настолько, насколько я знаю, количество ампутаций в России зашкаливает. Это проще хирургически. Ампутация – это не верх операции ортопедической или хирургической, поверьте. Это операция, которую я ненавижу, которую иногда приходится делать. Но вот ампутировать ногу или руку и отправить человека на амбулаторное лечение и навсегда о нем забыть – это гораздо дешевле и гораздо проще. Дешевле на каком этапе? На этапе лечения, потом социальные вложения в поддержание, в реабилитацию человека с культей, они уравнивают. Это есть громадные исследования, американские мультицентровые исследования, что делать при разрушении конечностей, ампутацию или сохранять. Так вот, если ампутировали, то потом большие вложения идут в реабилитацию, поддержание социального статуса и так далее. И где-то это 50-50. 50 на 50. Но если просто отрезать и забыть, и государство не будет заботиться об этом человеке, это намного дешевле. Вот этим занимается в России. Несколько вопросов сразу. Это ваш ответ мне помогает сформулировать. Почему? Потому что, первое, если Путин проведет мобилизацию масштабную, или вот уже начинаются мобилизационные процессы, приходят в университеты российские, в Красноярском крае, говорят, что необходимо, чтобы шли на мобилизацию, тяжелые времена настали и так далее. Агитация уже идет. Если будет массовая такая мобилизация, даже тайная в России, правильно ли я понимаю, что вот это количество людей без ног, без рук в России, оно кратно возрастет? Что будут ампутировать просто, на чем свет стоит? Ну, первое, мобилизация не прекращалась с момента подписания того указа. По-моему, это были 20-е числа сентября 22-го года. Указ о мобилизации не отменен. Это типично путинское поведение, которое позволяет, в общем-то, то есть это не гибридный указ, но он работает как гибридный. Вот сначала там забрали порядка 300 тысяч человек, а потом по мере того, как их убивают или тяжело ранят, что они не могут возвращаться в строй, они вот выхватывают, выхватывают, выхватывают. Поэтому, в принципе, у Путина две козырные карты. Это продолжение частичной мобилизации, которую, еще раз подчеркну, никто не отменял, и просто там темп можно усилить. О чем вы сказали? Что студентов отлавливают, гастарбайтеров отлавливают, тогда сначала для них сделают предложение, от которого им трудно отказаться, то есть высокая заработная плата и возможность работать в России, высокая по сравнению со странами Центральной Азии. Принимайте гражданство. Они принимают гражданство и тут же после этого их отправляют на фронт. Но все равно это частичная мобилизация, это первый козырь. И второй козырь – это объявить всеобщую мобилизацию. Кстати, я знаю, что в Украине очень много идет дискуссий по поводу закона о мобилизации. Это очень правильная дискуссия, поскольку Украина – это демократическая страна, открытое общество, и несмотря на ограничения, связанные с войной, все равно политические процессы проходят. Так вот, я могу подчеркнуть, что в России, несмотря на то, что слово «война» там запрещено до сих пор, мобилизационная активность выше, чем в Украине. Дуже часто питание до меня – как я стал успешным и многим. Просто я прожил таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил бы как я и сделал свои правильные выяснения, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы получить опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество, ближнее коло. Это не тренинг и не навчание. Это открытие многих дверей, которые вам, здаются зачиненными. Кількость місць обмежена, а участников я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практический опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходите за посыланием. Вот, допустим, я знаю, что сейчас в Украине чуть уменьшили возраст, с которого можно проводить мобилизацию, теперь от 25 лет. А в России же как работает? Призыв обычный, призыв с 18 до 30. Что они сейчас делают? Призывник приходит, приходит в военную часть и ему тут же предлагают подписать контракт. Причем предлагают это не как официант в ресторане предлагает попробовать какой-то новый десерт. Нет. Предлагают так, что многие не могут отказаться, потому что давят и на призывников, и на родственников. Понятно, что это не самые социально защищенные люди. Как правило, это не из среднего класса люди, а из тех, кто зарабатывает намного меньше. Поэтому, в принципе, в России на линии фронта боевого соприкосновения люди появляются с 18 уже лет. А учитывая то, что Россия больше по населению и не только территориально, я могу сказать, что резервов для мобилизации в России намного больше. Андрей Анатольевич, но тем не менее, вот вопрос, если Путин масштабирует эту мобилизацию, усилит, количество коллег тоже увеличится? Ну, естественно, это же, с одной стороны, это чисто арифметическая прогрессия. Чем больше военных, тем больше убитых, на каждого убитого в зависимости от того, это оборонительные и наступательные действия, приходится такое-то количество раненых. Это вся статистика, есть, она малоинтересна, но я могу сказать, что на одного убитого три-четыре раненых вот в этой войне. Из них половина раненые тяжело, а тяжело раненые, как правило, это потери конечности. Поэтому больше мобилизованных, больше ампутаций, ну и если, а зачем им мобилизовать людей? Для того, чтобы перейти к наступательным действиям. А там потери еще будут больше, поэтому арифметическая прогрессия превращается как бы, ну если не совсем геометрическую, но больше. Поэтому, ну мы так с вами гадаем, но я вам могу сказать, что это много, это зашкаливающие цифры. Вот я знаю, что в России сейчас колоссальная проблема с протезами и с качеством протезов. Насколько это соответствует действительности? Я небольшой специалист в экзопротезировании, потому что все-таки ортопедия моя специальность, мы занимаемся внутренним протезированием, эндопротезированием. Но это дорогие очень игрушки, современные протезы, поэтому в России я бы так сказал, это не проблема с протезами, это проблема с тем, что не хотят выделять деньги на лечение тех, кто уже не вернется в строй. Вот в этом проблема. купить все. Это, кстати, очень важно, что вы это сказали, потому что во всяком случае люди, которые прошли конец 40-х, начало 50-х годов, они прекрасно помнят огромное количество на улицах крупных городов поначалу коллег, людей, которые были без конечностей, без рук, без ног, и этих людей отправляли, высылали за пределы этих крупных городов, потому что они просто тогда были уже не нужны, не хотели, чтобы это все видели, на это все смотрели, это было социально неэтично, как говорили, некрасиво. Сейчас повторится эта ситуация? Как считаете? Мне зависит от общей экономической ситуации в стране, но поскольку я не вижу никаких перспектив для ее улучшения, более того, даже если, дай бог, война закончится в ближайшее время на условиях Украины, а дальше же начнется другое, все равно счета будет арестовываться, станция останется, репарации надо выплачивать, поэтому я думаю, что да. Кстати, я помню, я еще застал, хотя я родился намного позже окончания Второй мировой войны, но я помню этих несчастных, они использовали вот такая была дощечка, и к ней подшипники, подшипники, четыре колесика, это часто использовали обычные подшипники, где возьмешь колесики, а вот там люди с работы передавали, там речки, и чем-то типа маленьких утюжков они отталкивались, я очень помню этих людей, они зимой были в телогрейках, как правило, и они были видны, вот я родился и жил в Кузбассе, в столице Кузбасса, в городе Кемерово, шахтерский регион тоже, и как Донбасс, и я видел этих людей в своем детстве ни одного и ни двух. Спрошу, как у врача, наверное, вы все-таки знаете, что происходит, мне вот тоже рассказывали многие люди, экономисты российские, люди, которые в принципе там живут, сталкиваются, и сталкивались, что из-за санкций в России огромная проблема с импортными лекарствами как раз вот для людей, которые больны онкологическими заболеваниями, с сахарным диабетом, из-за вот этой вот, из-за преследований по ЛГБТ, из-за ЛГБТ-экстремизм, терроризм, проблемы и у тех, которые лечатся от СПИДа и от ВИЧ. Насколько серьезна ситуация, насколько она патывая сейчас? Ну, деталей я не знаю, но вы именно очень точно определили те зоны, где выпали дорогостоящие препараты, то есть там, где действительно наблюдается дефицит. Прежде всего, это онкология, это те ситуации, когда нужна химиотерапия. А ведь, как правило, там же не просто ты должен пропить какие-то лекарства, это определенный курс, и очень часто он совмещен с хирургией. То есть, я условно говорю, вот такой-то рак, при этом раке нужно пропить такие-то препараты в течение, допустим, пяти недель, потом идет хирургическое вмешательство, а после хирургического вмешательства или тот, или другой, я не знаю, но тоже дорогущий препарат, его тоже нужно получать, не пропить, а может быть, как правило, вводится внутривенно, то есть, получить еще один курс химиотерапии, потом еще один. Это все расписано по дням и по часам. То есть, если какой-то этап выпадает, то это невосполнимо, болезнь прогрессирует. Ну, с инсулинами там ситуация немного проще, потому что есть много препаратов разной продолжительности действия, все-таки там инсулин не экстремально дорог, это все подбирается, вот, ну, а в том, что касается ВИЧ-инфицированных, которые должны получать поддерживающую терапию, не знаю, как это правильно называется, для того, чтобы у них СПИД, собственно, не развился, то есть, та ситуация, которая уже приводит к смерти. Там тоже есть препараты, вот они дорогие, это должно быть постоянное лечение, и эти люди сейчас, ну, кроме крупных городов, не получают этой терапии. Андрей Анатольевич, после того, как арестовали Орлова, одного из сооснователей мемориала, мы узнали, что вновь в России процветает карательная психиатрия, что над ним измывались, и понятно, что когда ты читаешь или смотришь воспоминания Новодворска или Буковского, да, или Бродского, ты понимаешь, через что проходили люди, но многие, которые не жили в те времена, не сталкивались с теми репрессиями, не находились в этих психиатриях, которые всегда пребывали под контролем частично МВД, но в большинстве своим чекистам, они не понимают, что это такое. Вот когда мы говорим о том, что карательная психиатрия во времена путинской эпохи, уже путинской ЭТР, восстановилась, что это означает на практике? Через что проходят эти люди? Как над ними издеваются и измываются? Потому что мне представляется, что инструментарий не изменился, разве что модернизировался немного. Ну да, там немножко сложнее. Дело в том, что все-таки карательная психиатрия это то, чем занимались врачи и при определенном все-таки каком-то морально-этическом статусе, да, то есть этим просто невозможно заниматься, но насколько я понимаю, все-таки такие люди находятся. Ну а что такое карательная психиатрия? я всех адресую классики американского кино, это полет над гнездом кукушки, так, российскую, не знаю, как, украинскую молу называется фильм, Джеком Николсоном главной роли, и там все это продемонстрировано вот так, как это и протекает. Только единственное, что там в фильме действительно были страдающие люди, была гипердиагностика какая-то, ну а психиатрия именно карательная, это вот то, что проделывали с героем Джека Николсона, потому что вот-вот он сопротивлялся, и это все делали. Но я думаю, что пока это не носит широкого масштаба, в свое время это исследовал ныне живущий диссидент советский Александр Подробинник, у него медицинское образование, он много этим занимался, но что я могу сказать однозначно, это то, что страдают люди из ЛГБТ сообщества, страдают прежде всего трансгендеры, потому что трансгендерный переход запрещен, а ведь этот переход, это в России он был разрешен, а я работал в клинике, там, где ну естественно я занимался травматологией и ортопедией, а пластические хирурги и урологи как раз занимались трансгендерным переходом, его этапами определенными, ну а поскольку эти люди не страдают ортопедическими заболеваниями, как любой из нас, то меня привлекали для лечения, в принципе я вникал в эту проблему, так сказать, как их лечат, ну потому что если ты хочешь помочь пациенту, ты должен понимать его ожидания, там, требования и так далее, например, там, формы стоп, мужчины одни, у женщины другие, что вот человеку не нравится, допустим, в ортопедии у него там где-то болит, что он хочет, ну в общем, это много приходилось этим заниматься, так вот, сначала же там была комиссия именно не из психологов, а из психиатров, это была врачебная комиссия, которая беседовала с человеком и возникало это действительно ли истинный так называемый ядерный транссексуализм или это симптом какого-то заболевания, как правило, шизофрении, если это симптом, конечно, никаким переходом нельзя заниматься, если это глубокое страдание, это же не имеет отношения вот к сексуальному влечению, это просто человек круглосуточно живет не в своем теле, у него ощущение не своего тела, он ненавидит свое тело, это страшная проблема, так вот, сначала психиатры в несколько этапов выясняют, что все-таки да, это вот ядерный истинный транссексуализм, потом идет комиссия эндокринологов, эндокринологи подбирают, потому что это пожизненная гормональная терапия, это же не просто изменить вторичные половые признаки с мужских на женские и наоборот, человек должен измениться полностью, поэтому это гормональная терапия, потом уже вступает хирургия как бы в свои права и дальше уже еще определяются, что нужно сделать человеку, чтобы он почувствовал себя другим, ну и дальше все равно идет поддерживающая терапия, в том числе и со стороны психиатров всю жизнь, эти люди, как правило, не становятся счастливыми, но они имеют возможность продолжать свою жизнь и жить нормально в обществе заводить семьи и так далее, но в общем быть максимально социально адаптированным. Запрет трансгендерного перехода это издевательство над этими людьми и ведет только к одному, к увеличению количества суицидов. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной и мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Друзья, перед тем, как мы продолжим, все-таки я еще один хочу вопрос задать вам очень важный. Андрей Анатольевич, вот отчего сейчас на фронте, если мы говорим в украинской стороне, да, вот больше всего ранений каких приходит, отчего, какова причина вот этих ранений в большинстве своих? Это если мы говорим уже о госпиталях третьего, четвертого уровня, то до 90% пациентов это минно-взрывные ранения. Минно-взрывные ранения там же много поражающих элементов, то есть первичный поражающий элемент это собственно ударная волна, потом так называемый взрывной ветер, ударная волна тогда когда проходит, а за ней еще идет полоса пониженного давления, почему допустим минно-взрывные ранения там на нижних конечностях, там всегда вот даже если нет отрыва ноги, а есть просто раны, там очень много вторичного материала, какого-то мусора, потому что идет отрицательное давление, это вот первое поражение взрывной волной, вот здесь страдают легкие, здесь страдают барабанные перепонки, здесь страдает сердечно-сосудистая система, здесь страдает головной мозг и поражение ударной волной одна из первых частых причин смерти, это первичный раннейший момент, вторичный раннейший момент, это собственно поражающие элементы вот этого снаряда, там, шрапнель, какие-то оболочки, нина, вот эта вот дрянь, та, что летит, вызывает переломы, и вот, допустим, мы занимаемся переломами, как правило, это связано с тем, что вторичное воздействие вот этих вот раннейших снарядов, но и это еще не все, потому что дальше существует третичное воздействие и четвертичное воздействие, третичное воздействие это то, что когда взрыв произошел, вот взрывная волна, здесь у нас прилетела шрапнель, и человека же бросает, куда-то он упал, и он получил, вот, завтра у нас будет операция там, где минно-взрывное ранение, но мы будем оперировать на том сегменте, где, скорее всего, этот перелом произошел от того, что его бросило на эту конечность, и она сломалась, потому что там нет входного-выходного отверстий, это вот третичное воздействие, ну и четвертичное, это уже пожар, допустим, в боевой машине внутри после попадания туда снаряда, это отравление угарными газами и так далее, то есть минно-взрывное ранение это целый комплекс повреждений, который возникает у человека в результате контакта вот с этим взрывным устройством, и в головных госпиталях около 90% пострадавших, раненых, те, кто с поля боя, это именно минно-взрывные ранения, русские используют, россияне используют два типа мин, которые на земле, противопехотных мин, это так называемый лепесток, как цветочек, это мина слабого воздействия, поэтому она отрывает переднюю часть стопы, заднюю часть стопы, и человек становится небоеспособным, естественно, как правило, там дальше надо выполнять одну из ампутаций, там разные варианты существует, а вторая мина, ее на сленге называют черная вдова, она имеет название, какая-то аббревиатура, ПТСТ, что-то вот в этом духе, там 400 грамм тротилового эквивалента, это самая мощная противопехотная мина в мире, которая вообще многими конвенциями просто запрещена, вот она приводит к тому, что повреждения возникают несовместимые с жизнью очень часто, вот, но вот с этим больше всего сталкиваются украинские коллеги. Друзья, спасибо, что остались на всех наших ютуб-площадках, Дмитрий Гордон, гостя Гордона, подписывайтесь, не забывайте оставлять как можно больше лайков и комментариев. Андрей Анатольевич, немножко поговорим о других вещах, вы, наверное, слышали и видели эту новость новой газеты о том, что Кадыров смертельно болен, что он с 19-го года борется с таким диагнозом, как некроз подживудочной железы, что он потребляет препарат, транквилизатор, дармикум, который уже повлиял на его мозг. Вот, когда вы знаете приблизительный диагноз, когда вы понимаете, что принимает человек, что ощущает, условно, Кадыров, как это влияет на его организм, насколько это серьезно и к чему это может привести, условно. Давайте мы как бы с конца опять же зайдем, чтобы не уходить в такие спекуляции на околоврачебные темы, я сразу же скажу, чего у Кадырова нет. У Кадырова в настоящее время нет диагноза некроз поджелудочной железы или панкрея некроз. Этого нет. И мне достаточно того, что я знаю, как течет это заболевание, чтобы утверждать, что этого нет, несмотря на какие-то источники новой газеты. Почему? Потому что панкрея некроз это острая хирургическая патология, которая требует в 99% случаев хирургического лечения, там разный может быть объем. И пациент с панкрея некрозом находится в реанимации, в отделении интенсивной терапии, а не гуляет и не ходит в спортзал. Итак, то, что Кадыров нездоров, наверное, это очевидно и не врачу, да? Так меняются его внешние вид в течение там нескольких последних лет, как меняется его речь и так далее. То есть он нездоров. Но диагноза панкрея некроз у него нет. Был ли панкрея некроз в анамнезе раньше? Может быть, но я не уверен в этом. Скорее всего, и может быть, но вот здесь мы такая зыбкая почва, скорее всего он перенес острый панкреатит. Ведь поджелудочная железа, что это такое? Ну, это действительно железа, у которой две главные функции. Это эндосекреторная и экзосекреторная. Эндосекреторная – это главное, что она производит, это инсулин, который вбрасывает в кровь. Экзосекреторная – это пищевые ферменты, которые позволяют переваривать пищу. Главный из них – это амилаза. там еще есть, как бы, я говорю о главном. Когда возникает панкреатит, разные могут быть причины, но по большей части это ситуации, связанные с нарушением диеты, так скажем. Вот я приведу один пример, это начало моей работы еще было в Кемерово, в третьей городской больнице, и там в отделение печеночной хирургии поступил молодой человек, официант из ресторана «Солнечный», который на спор выпил литр водки, и эту водку он закусывал хлебом с маслом и красной икрой. И у него развился панкреатит, который перешел в панкреонекроз и он умер. Что происходит? Вот тогда такой удар по поджелудочной железе, алкоголь, масло, ферменты вырабатываются, которые должны переваривать пищу в громадном количестве. И они не успевают, я говорю простым, немедицинским языком, они не успевают эвакуироваться в кишку двенадцатиперстную. Они остаются в поджелудочной железе и вызывают ее воспаление. Это называется панкреатитом. В панкреатите есть там и препараты, но главное лечение это голод, холод и покой. Убрать вот эту пищевую нагрузку, покой для пациента, трансфузионная терапия, кое-какие препараты и все это проходит. Но если этих ферментов выделилось слишком много, они не успевают эвакуироваться в двенадцатиперстную кишку и начинают переваривать саму поджелудочную железу. Вот это и называется панкреа некроза. Он бывает разных форм, бывает с кровоизлиянием, бывает без них, но это страшная хирургическая патология. Тогда, когда пациент неадекватен, тогда, когда требуется хирургическое лечение, надо рассечь капсулу, чтобы капсула не сдавила железу, там потом образуется секвестр, присоединяется инфекция, и очень часто это действительно ведет к смерти. Еще одно вирусная инфекция может привести к панкреатиту. Отравление, кстати, некоторыми препаратами приводит к панкреатиту. Ведь вы, наверное, не помните, я прекрасно помню, и тогда, когда я анализировал историю болезни Алексея Навального, что пропагандисты говорили, у него нарушение пищеварения, у него острый панкреатит, и там действительно была повышена амилаза в крови. Знаете почему? Потому что это типично для отравления фосфора органическими соединениями, к которым относится и новичок, потому что фосы вызывают повышенную секрецию всех желез, то есть и Кадырова могли отравить, что ли? Панкреатит мог явиться следствием отравления фосфора органическими соединениями. Я не настаиваю на этом, но это одна из причин развития панкреатита. Андрей Анатольевич, если вы уже вспомнили о Навальном, так очень коротко, потому что у вас действительно была на руках его медицинская карточка, когда он находился в российских тюрьмах. Сейчас американское разведсообщество сказало, что Путину было невыгодно, он как-то там не заказывал это убийство, не отдавал приказа, у них нет этой информации. А мне кажется, что это слишком наивный взгляд на вещи в российских тюрьмах. Это наивный взгляд, я даже не хочу это комментировать, это болтовня обычная, откуда они там что знают, конечно, я уверен в том, что в жизни смерть Навального находилась под путинским контролем, отдавал он приказ, не отдавал приказ, какая разница, он отдал приказ его замучить, и в итоге его и замучили, его убили. Давайте к Кадырову еще раз вернемся, потому что я не досказал. Итак, панкреонекроз это острая хирургическая патология. Панкреонекроза у нашего с вами пациента в настоящий момент точно нет. И скорее всего он его не переносил, потому что нет свидетельств о том, что он был оперирован, где-то длительно лежал, именно не просто там на искусственной вентиляции, там может была передозировка дормикума, где его действительно длительное лечение очень, этого не было. Но даже если это было, то панкреонекроз в анамнезе не приводит к смерти. Ведь при раке поджелудочной железы, мы удаляем поджелудочную железу полностью. И если рак не распространяется за ее пределы в другие органы, если нет метастазов, ближайших или отдаленных метастазов, человек получает заместительную терапию и живет, ну, я не скажу, что счастливо, но живет многие-многие годы. Да, это инсулин, потому что он не вырабатывается, да, это пищевые ферменты, но вот там больницы, где я работал, эти люди, которым выполнялась панкреатоктомия, через несколько лет они приходят, они устраивают какие-то посиделки, там панкреатический клуб, танцуют, слушают музыку, но как бы это нормальная жизнь. То есть, даже если он перенес панкреонекроз когда-то, то это не причина, чтобы он взял в долдубу в настоящее время. Долдубу я говорю только потому, что я к нему отношусь очень негативно, не как пациенту, а как узурпатору власти и насильнику. Андрей Анатольевич, такой немножко шуточный вопрос, вы, наверное, не раз слышали вот эту теорию профессора Соловья, Валерия Соловья, который рассказывал, что Путина не существует, что вместо него правит Россия и Патруша вместе с двойником Путина. А как на ваш взгляд, вот когда вы смотрите на Путина, он существует, он здоров, это не двойник? Вы знаете, я вам открою маленький секрет, но только для вас, учитывая, что нас с вами никто не слышит. Это я правлю Россией. Я справился, спрятался и правлю Россией. Вот даже в Украину сейчас только тихо-тихо, никому не говорите. Вот это уровень, на котором Валерий Дмитриевич Соловей дает свои прогнозы. Он не политолог, он шоумен, и я просто предлагаю это болтовню не слушать. Договорились. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Но, знаете, какой меня вопрос интересует? Путин берет с собой очень и очень много врачей. Есть различные спекуляции, но вот тайна путинских врачей, она в чем? Зачем ему так много врачей? Он болен чем-то? Или он просто какой-то, не знаю, шизоид, он боится чего-то? Ну, он просто не верит одному, двум, трем врачам, поэтому его и сопровождают. Но мы не знаем, сколько врачей его сопровождают в каждую поездку, но были публикации, где там 7-8 было врачей разных специальностей. Он просто никому одному не верит. Вот безопасность его, в том числе и медицинская безопасность, это такой у него пунктик. Поэтому на это не надо думать, что он так тяжко болен, что окружил себя врачами. Наоборот, надо думать о том, что он так тяжко здоров, что окружает себя множеством врачей, чтобы жить еще дольше. А какие там специалисты зачастую с ним? Ну, эндокринолог всегда там бывает, врач общей практики всегда бывает. Тогда, когда у него были проблемы с позвоночником, был спинальный хирург, достаточно известный в Москве. Ну, по-моему, уролог там где-то был. Ну, я не помню, мы это анализировали, но ничего там такого нет. Специалист по лечению, специалиста по лечению опухолей поджелудочной железы или печени, которые очень часто действительно приводят к смерти, там точно не было. Нажали. А почему он постоянно кашляет и перебирает ногами? Вот это две вещи – кашляет и перебирает ногами. Есть, как это называется, такой неврологический симптом, синдром подвижных ног. Ну, бывает такое, ничего. Ну, и подкашливает тоже. Может быть, он принимает препараты от гипертонии. Некоторые из них ведут к тому, что пересыхает в горле. Одно из побочных действий. Энолаприм, допустим, если возьмем, это стандартное проявление его приема. Вполне возможно, я не терапевт, но что и у других препаратов есть такое. Ну, и плюс попробуйте, он же любит говорить часа по четыре. Вот мы с вами говорим совсем недолго, у меня вот вода есть. Ну, вот знаете, шутки шутками, а он дал распоряжение Минздраву распределить всех мужиков от 18 до 40 лет на три категории с точки зрения фертильности, мощи сперматозоидов, здоров, нездоров и наполовину здоров. И искать под каждого мужика, соответственно, женщину со здоровой яйцеклеткой. Это может и смеяться, понимаете, с этого. А с другой стороны, это было времена нацизма уже. Чем-то подобным занимались, правда? И это страшно. А это, я, допустим, не слышал об этом, не читал, но, может быть, потому что я, как бы, слишком увлечен медицинскими делами. Вот, не читал об этом, но если это так, ну, это да, это нацизм, о чем вы говорите. Это и есть, но на самом деле нам даже не надо это искать. Проявление нацизма гораздо больше, и мы каждый день их видим, в том, что проявляется в отношении Украины, даже на границе с геноцидом, на некоторые вещи я однозначно бы называл геноцидом. Вон, вчера опубликованы фотографии как лидер одной из партий, партия, это в больших кавычках, Сергей Миронов, там фотографируется, крестят они девочку, которую они забрали из детского дома в Херсоне. Вот, они изменили имя, фамилию, поменяли место рождения с Херсонской области или с Запорожской, не помню точно, но на Подольск, это абсолютно точно. У девочки опекуна на неоккупированной части Украины, опекунша, тем не менее, вот они ее забрали, и у девочки то ли братик, то ли сестра есть в Украине. Это что такое? Это геноцид, это проявление геноцида. С моей точки зрения, я не юрист, но тогда, когда человека забирают и вымарывают его идентичность, ну, это вот это вот и есть. Нет, ну, депортация детей, это, конечно же, подпадает под эту конвенцию по геноциду, и очень жалко, что наши, в том числе, и западные партнеры не верят, не видят этого. Но, раз уж мы заговорили обо всех этих вещах, да, о Западе, сейчас на территории Европы много российской эмиграции, политической. И вы, наверное, видели фильм Марии Певчих, который называется так, «Предатели», это я сокращаю, на самом деле там длиннее название. Мне вот интересно ваша позиция, потому что, в особенности, знаете, что выгоден ли этот фильм сейчас Владимиру Путину и его этой всей клики, или нет? Да нет, Путину это не выгодно. А нашим с вами украинским зрителям интересно, знать. Вы знаете, учитывая, что очень много обсуждений на этот счет, я думаю, что это интересно. Тогда я скажу, как я к этому отношусь. Почему это интересно для, имеет значение для Украины? С моей точки зрения, по трем обстоятельствам. Первое обстоятельство, это именно благодаря тому, что произошло, благодаря, это в кавычках, в 90-е Путин пришел к власти, и именно поэтому он развязал войну в Украине, это первая причина. Вторая причина заключается в том, что все равно рано или поздно война закончится, хотелось бы раньше, и я уверен, что на политических условиях Украины. Но, что будет важно, концепция рва с крокодилами не работает и не будет работать. Это иллюзия, но вот мы на примере сектора газа видим, там небольшая относительно территория, да, и Израиль уж как ее ограничил, даже как бы там врыли они какие-то плиты, чтобы не было подземных переходов, и все равно жуткий теракт 7 октября прошлого года. Не работает концепция рва с крокодилами. Поэтому после победы Украины очень важен будет, я надеюсь, что это произойдет, демонтажа режима в России с помощью мирового сообщества естественно, и я надеюсь, российских добровольческих соединений, которые должны к этому моменту разрастись. И вот очень важно будет наблюдать за тем, чтобы ошибки 90-х годов снова не привели к тому, что Россия трансформируется или, вернее, не прекратит быть империей. Это второй резон украинцам внимательно за этим наблюдать. Ну и третий резон, конечно, Путин сделал очень серьезную прививку против тоталитаризма и популизма в Украине, начав эту войну в 14-м и устроив кошмар вот с 22-го года, но все равно украинцы два раза выбирали Якубовича. К счастью, к счастью, у украинцев хватило силы, духа, возможности, сил, уверенности в своей правоте, чтобы выйти на Майданы и это дело закончить, но за него же голосовали, поэтому этот фильм важен и для Украины. О чем идут споры? Смотрите, люди говорят, Певчик говорит, Ельцин был коррумпирован, в том числе квартира на Осенней улице, и он там раздал всем другие квартиры, и ей говорят, слушай, какая это коррупция, девочка, ты не понимаешь, что такое коррупция? но коррупция это не только квартира, коррупция это не только Таня Валя, это такой мем, это его дочь Димаша, коррупция это еще и власть, я очень хорошо помню Ельцина, и я очень хорошо помню его отношение к власти, это был человек, это было вот как власти, как животное, он чувствовал эту власть, ему нужна была эта власть, он жил этой властью, как он унижал Горбачева после Фороса, когда там Советский Союз был дезинтегрирован, я это прекрасно помню, и ему нужна была эта власть именно не деньги, не квартиры, не дворцы, а высшая форма вот этого вот имения чего-то, эта власть, так же как и Сталину не нужны были дворцы, ему нужна была беспредельная власть, то есть вот это вот было, залоговые акционы, я не знаю, знают ли наши украинские друзья, что это такое, короче говоря, есть собственность, прежде всего собственность, связанная с недрами, это собственность государственная, и это все работает не очень эффективно, государство хочет повысить эффективность этого дела, и она государственные же деньги дает частным лицам, Абрамовичу, Ходорковскому, Березовский, там же поучаствовал, Потанин, может где-то я с какой-то фамилией ошибся, свои же деньги из одного кармана государство дает этим будущим олигархам для того, чтобы они выкупили на эти деньги вот эти вот все месторождения. Они выкупают вот в чем дело, не своими деньгами, но выкупают перед выборами, и им объясняют, что если не победит Ельцин в 96-м году, то победит Зуганов, вам вернут эти деньги, и вы будете без собственности. Выборы 96-го года не были сфальсифицированы, но они были крайне нечестными. Об этом говорит Певчик. И так далее, и так далее. Что в итоге они сделали? Они создали механизм несменяемости власти в России. И в 2000-м году это только было подтверждено, когда выборы уже были и нечестными, и фальсифицированными, поэтому Путин пришел к власти, совершенно закономерно. Ему ничего не пришлось придумывать, только вот сейчас уже перед большой войной и в процессе начали придумывать эти законы об иноагентах и так далее. Все механизмы были созданы в Ельцинский период. Это правда. Андрей Анатольевич, мало времени остается до конца эфира, пара вопросов, очень коротко, если можно. Вот мы всем говорим о разных лагерях в российской оппозиции. А какой единый критерий в отношении российской оппозиции на ваш взгляд может быть? И он существует. Но я закончу с фильмом «Предатель». Вот если бы Певчих назвал его «Предательство», я думаю, меньше бы возбудились люди. Тот же Ходорковский, который участвовал в залоговых аукционах и который очень это защищает, хотя он отсидел 10 лет, остался без собственности и без демократии в стране. Не хочется видеть. Так вот, да, я поддерживаю терминологическую чистоту. С момента начала широкомасштабной агрессии оппозиции и особенно с момента убийства Навального оппозиции в России, внутри России не может быть, потому что оппозиция это всегда группа людей, партия, движение, которое борется за власть. Внутри России организованной группой людей бороться за власть невозможно. Это диктатура, да, там есть протестно настроенные люди, но они не могут объединиться ни в какие группы. И призывать их отсюда я не могу. Вы можете, потому что вы гражданин Украины, вы можете сказать, мы сделали на Майдане, вы делаете. Я, как человек, политический эмигрант, сказать этого не могу. Но за рубежом оппозиция это только те, кто поддерживает вооруженное сопротивление путинскому режиму. Мирным путем сменить эту власть невозможно. Ну, бывают чудеса, но знаете, когда в Украине каждый день гибнут сотни людей, военных людей, гражданских людей, ждать нельзя. Только военным путем можно сменить эту путинскую власть. Поэтому оппозиция является тот, кто участвует в военном сопротивлении или деятельно поддерживает это военное сопротивление. Все остальное это протест, это антипутинское движение, но не надо называть это оппозицией. Я хочу это донести, я не политик, я врач, но я хочу это донести до российских политиков. Вас уже там топчут и с чем-то смешивают, только потому, что вы еще и в терминах не определитесь. Чего вам с кацем ругаться или сосветовать? Какие они оппозиционеры? Они болтуны, но в контакт еще идите поругайтесь, там найдите оппозиционеров. Оппозиционер российский, живущий за границей, движение партия, поддерживает вооруженное сопротивление или в нем участвует. Других критериев на настоящий момент с моей точки зрения не существует. Ну и плюс, очень много говорят оппозиционные СМИ, не оппозиционные они, они независимы от путинской пропаганды, от режима независимы, но не надо на них вешать ярлык оппозиционности и ставить перед ним те задачи, которые они выполнить не могут. Задачи должны ставить политики, а мы люди должны в этом участвовать. Кто как может, кто медицинской помощью, кто военный, кто донатами, кто рекрутингом и так далее. Вот это и есть оппозиция. Вот вокруг этого можно объединяться. Все остальное болтовня и туфта. Друзья, спасибо большое, что все это время были с нами. Оставайтесь на всех наших ютуб-площадках Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Андрей Анатольевич, спасибо большое, что были с нами. Спасибо вам за приглашение. Друзья, ну а вы пожалуйста кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. И будет больше и больше и больше день и до дня. До новых встреч. Пока.